АПГРЕЙД АЕРОЛОГИСТИКА И о его влиянии на развитие самого большого рыночного применения беспилотников – перевозка грузов. Я передаю слово Бабинцеву Глебу Владимировичу, генеральному директору крупнейшего в России профессионального объединения предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Ассоциации Аэронекст. Ассоциация объединяет более 50 российских государственных и коммерческих предприятий из сфер науки, образования, создания передовой робототехники. Далее сессия Аэрологистика 2025. Полет нормальный. Глеб, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень символично, что мы сегодня собрались с вами, когда все мировое авиационное сообщество празднует Международный день гражданской авиации, с которым я всех коллег, причастных к этому празднику, искренне поздравляю. Аплодисменты. Там любительские квадрокоптеры, которые мы наблюдаем везде, но и большие пилотируемые лайнеры, которые уже сегодня могут перевозить пассажиров фактически без участия пилота. Все это создает новые возможности, новые предпосылки и новые рынки. И еще недавно, еще каких-то, может быть, там 10 лет назад воспринимали мы беспилотную авиацию только как любительские игрушки. Еще 5 лет назад органы власти воспринимали нас так же, но уже активные предприниматели штурмовали некоторые рыночные ниши, занимаясь в основном сбором данных, геопространственных данных, которые получаются на борт беспилотника, обрабатываются и служат интересам самых разных отраслей промышленности, отраслей экономики. Сегодня компании начинают активно штурмовать еще одну рыночную нишу, связанную с перевозкой грузов. В мире это направление развивается уже активно, преимущественно в населенных пунктах и городах. Российские компании тоже выходят на этот путь и начинают создавать технику, начинают проводить первые эксперименты по перевозке грузов. Но, увы, это рыночное направление, которое считается, ожидается самым большим и крупным, стартует очень медленно, потому что есть определенные барьеры, с которыми мы столкнулись с компанией, создающей беспилотную авиационную технику. И вот, собственно, эти барьеры и призван решить конкурс аэрологистика. Конкурс официально еще не объявлен, но подготовка к нему находится в активной фазе, и мы считаем, что для нас конкурс уже начался. Конкурс предполагает решение снятия комплексного технологического барьера. В ходе конкурса участникам будет необходимо перевести груз массой 50 килограмм на 1000 километров. Причем это будет многозвенный маршрут с многочисленными посадками в разных точках маршрута, в динамически назначаемых точках, без технического обслуживания в местах посадки. Что самое сложное будет, это на третьем и четвертом этапе конкурса, позже расскажем, это будет необходимость уклонения от встречных воздушных судов, но кооперирующихся с участниками конкурса, беспилотными. Задача амбициозная, задача сложная и в таком комплексном виде пока еще не решенная нигде в мире, ну, по крайней мере, считаем так мы, как организаторы этого конкурса. Сегодня эту тему мы обсудим с нашими спикерами. У нас сегодня весьма представительный состав участников. Я назову всех коллег. Никифоров Антон Сергеевич, начальник отдела промышленного развития беспилотно-авиационных систем Департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России. Титов Дмитрий Андреевич, советник по инновациям генерального директора АО «ГТЛК», государственной транспортной лизинговой компании. Баутин Георгий Георгиевич, руководитель Департамента управления авиатранспортом АО «Почта России». Гоноченко Алексей Сергеевич, руководитель лаборатории робототехники Сбербанка России. На прямой связи с нами в онлайне Ахмедшин Сергей Фатович, генеральный директор компании «Аэромакс», той самой компании, которая совсем недавно совершила первый полет, перевезла груз массой 20 кг между Салехардом и Оксаркой. Уважаемые коллеги, я хотел бы начать нашу дискуссию, обращаясь, ну прежде всего, к тем компаниям, которые являются системными заказчиками этой услуги, которые в своих интересах перевозят грузы, и уже, вернее, пытались перевозить грузы, выполнили какие-то опытные полеты, набили какие-то шишки и получили опыт. Уважаемые коллеги, ну, наверное, начнем мы с Георгия Георгиевича. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, вот те задачи, которые стоят перед организацией перевозок, те технологические вопросы, поделитесь, во-первых, Вашим опытом, каков он, с какими трудностями технологическими столкнулись Вы, и как Вы считаете, какие барьеры стоят, которые нужно решить для того, чтобы заработал, началась логистика перевозка грузов на БВС. Георгий Павлович, коллеги, спасибо за вопросы и за возможность выступить. Почта вопросами беспилоти в разных активностях фактически уже третий год занимается. Часть испытаний, о которых мы о том публично рассказываем, часть испытаний, которые мы проводили за последнее время, никоим образом не демонстрировались. Моменты, с которыми мы сталкиваемся чаще всего, и это, наверное, основной технологический фактор, представленные образцы беспилотной техники в настоящий момент все-таки это опытные, либо вообще демонстраторы. Если переводить это на авиационный язык, то мы все прекрасно понимаем, что для того, чтобы это пошло в серию, нужно отлетать не один десяток сотен, а то и тысяч часов. Для того, чтобы технология А и аппараты сами подтвердили свою надежность, мы неоднократно на различных площадках дискутировали, каков должен быть уровень на отказ, то есть там он 10 в какой степени. Для того, чтобы делать запуски и переводить это на коммерческую основу в промышленных масштабах, нужны надежные, способные летать в сложных метеоусловиях, а регионы, которые рассматривают Почту России для себя, как с точки зрения бизнесового кейса, они действительно сложны. Чукотка, Камчатка, Ямал, Хмао, и мы подходим к этим регионам не с точки зрения того, что давайте просто здесь попробуем. У нас есть там бизнес, есть потребность, задачи, и аппарат должен соответствовать тем условиям полетов, которые там есть. Конкурс в том формате, который сейчас практически уже утвержден, и готов к публикации, на наш взгляд, позволит в рамках реализации проектов логистических компаний, то есть в том числе и Почты России, подтвердить, а по части новых наработок продемонстрировать, что технология может быть удовлетворена на 100%. Все требования, которые мы сегодня, как некоторые из эксплуатантов будущих или производителей считают, они завышены, да, там, по аппаратной части, по системам управления, по автоматическому режиму взлета и посадки, они будут отработаны, и мы в 2024 году увидим, ну, будем считать, предсерийные предпромышленные образцы, готовые стартовать, готовые для того, чтобы коллеги их лизинговали, ну, а мы их использовали услуги этих аппаратов. Скажите, пожалуйста, вот, наблюдая за опытом мировых компаний, которые разворачивают проекты по аэрологистике или потом сворачивают, мы такие примеры сегодня видим, мы можем предположить, что некоторые экономические факторы не сходятся для того, чтобы эту логистику развивать. Ну, в частности, компания «Амазон», которая, значит, в некоторых публичных средствах массовой информации сообщила, что одним из факторов является, ну, собственно, невозможность выполнения полета по многозвенному маршруту. У них должен быть экипаж в каждой точке посадки и обслуживания. То есть они привезли груз, сбросили его, значит, потребителю, там, на веревке или как-то еще, на тросе, улетели обратно, и каждый раз при каждой посадке аппарат должен обслуживаться. Это съедает всю экономику такой доставки. В вашем представлении, насколько это существенно для нас, и насколько мы сформулировали задачу в конкурсе «Многозвенный маршрут без технического обслуживания». Насколько актуально, каков вес вот этого фактора в обеспечении экономичной эффективной логистики? Здесь вопрос больше будет зависеть от маршрутной сети, которую выстраивать будет конкретный логистический оператор. Она может быть хабовой, когда сделали доставку, вернулись на хаб. Она действительно может быть многозвенной. Но сам по себе подход к тому, чтобы подтвердить возможность использования аппаратов в многозвенных доставках, он очень важен. Логистика смотрит на беспилотию, в том числе, в первую очередь, с ускорением. То есть, если мы будем летать только с точки А в точку Б, больше никак в будущем, я не говорю сейчас с учетом экспериментальных правовых режимов и прочего, а вообще к подходу к бизнесу, то, наверное, часть идеи останется, получается, за бортом. Поэтому реализация идеи полетов точка А, Б, Ц, Д, Е и дальше она должна быть. Хорошо, спасибо. Я понимаю, что в ваших сценариях, естественно, есть некие центры, куда приходит груз, есть центры, где груз распределяется, и, в принципе, полеты между хабами возможны, и там, вероятно, возможно даже какое-то обслуживание. Например, вы возите большие тяжелые грузы, вы заказчик, который не готовы платить дорого, ну, потому что это социальная нагрузка. Но есть ведь и другие рынки, например, рынок электронной коммерции, рынок каких-то специальных задач, вот, собственно, Сбер, да, значит, известный факт пытался перевозить, значит, некие ценные грузы на беспилотниках. Это гораздо более сложный сценарий, потому что перевозка такого груза не предполагает наличие какого-то пункта обслуживания в точке отправки и в точке получения. Алексей, скажите, пожалуйста, вот с вашей позиции, с вашим опытом вы провели довольно большое количество экспериментов в плане прилетов. Как вы считаете, вообще, где находятся вот эти логистические рынки? Это только большие грузы и только почта России? Быть может, это какие-то иные потребности других компаний? Ну, мне кажется, стоит разделять рынки, которые в перспективе могут быть для беспилотников, и рынки, которые существуют для них сейчас. Если мы берем, например, те же задачи Сбера по перевозке денежных наличностей, ценностей или грузов и товаров в ЕКОМе, то существующие они, естественно, завязаны на инфраструктуру, которая у Сбера есть сейчас. Она жестко завязана на городские дороги, связывает между собой города и какие-то отдельные поселения. Да, есть небольшое количество исключений, в которых дорожная сеть не позволяет обеспечить регулярную доставку за разумную стоимость. И в этих случаях мы как раз тестируем беспилотники. Но это не массовый рынок. С него можно начать, но на нем невозможно развернуться. Соответственно, если мы говорим про рынки будущего, то, конечно, нужно конкурировать тесно с наземными средствами доставки, добавляя какую-то ценность относительно того, чем мы лучше газельки. То есть сейчас, например, беспилотник может сказать, что мы лучше пилотируем авиации. Или мы лучше газельки, потому что газелька не может сюда довезти ваш товар, а мы можем доставить. Но это в России очень сильно схлопывает рынок, потому что основные потребители электронной коммерции сейчас это жители городов, как ни странно. Да, наверное, в том числе, потому что развитая инфраструктура позволяет быстро доставлять заказы. Но на самом деле сейчас сетка доставок покрывает практически все населенные пункты России с разным уровнем сервиса. И он будет развиваться. Поэтому, если мы хотим, чтобы беспилотники вышли на огромный рынок электронной коммерции, они должны конкурировать, реально конкурировать с наземными средствами доставки, в каких бы то ни было условиях. Если мы говорим о том, что это нишевой инструмент решения доставки там, где наземные средства не работают, и да, тогда он может быть дороже, чем наземные, ну окей, надо смотреть на эти рынки. Их тоже на самом деле много, но они не такие масштабные. То есть есть куча задачек, в которых это может быть полезно. Ну то есть вы полагаете, что все-таки массовый рынок это населенные пункты или где-то между населенными пунктами? Ну специфика России в том, что у нас в принципе тренд на гиперурбанизацию населения и стягивание населения в крупные города и агломерация. Соответственно, летать нужно там, в конечном счете. И здесь я поддержу коллегу в том, что надежность техники при этом должна быть колоссальная, она должна быть выше, чем у гражданской авиации. Потому что полетов будет сильно больше над населенной территорией и, соответственно, риски тоже будут увеличиваться. Если мы говорим про полеты в регионах, то там плотность населения сильно ниже, уровень доходов ниже, соответственно, рынок проценты от общероссийского. Да, спасибо. Ну вот приведу пример из своей, такой недавней практики. Будучи на одном из мероприятий в Санкт-Петербурге, я попытался заказать доставку коробочки массой 10 килограмм из московского вокзала в экспофорум. Четыре компании я обзвонил, плюс коллеги мы помогали обзвонить, доставить. Оказалось, что срочная доставка, не буду называть компанией логистической, которые вызвались, срочная доставка, которая в течение четырех часов пообещала мне привезти эту коробочку, несколько компаний дали цену от трех до четырех тысяч рублей. Мы считали килограмма километра, да, значит, 10 килограмм, это там, ну, около, боюсь ошибиться, пересчитайте, порядка 20 рублей за килограмма километр, примерно так. Вот, значит, если брать несрочную доставку, доставка в течение примерно дня была, это 800 рублей. Компания объясняет так, что курьер забирает у вас в назначенное время на вокзале эту коробочку, да, но потом он догружает свое транспортное средство, и когда набирает необходимое количество заказов, он привозит вам, а мне нужно было срочно. Я понимаю, что по цене мы здесь полностью конкурентоспособны, потому что такую цену уже сегодня, исходя из стоимости летного часа сейчас, из всех расходов, включающих организацию, разработки, сертификацию, производство и так далее, компании с текущим уровнем вписываются в эту цену уже сейчас. Вот, но это такой пример, иллюстрирующий, что действительно... Могут ли они уже сейчас летать в городе? Да, это другой вопрос. Ведь полет в городе, первый фактор, вы верно сказали, это надежность воздушного судна, а второе, ведь воздушное судно беспилотное летит в воздухе не одно, могут находиться одновременно другие пользователи воздушного пространства. Это могут быть воздушные суда санитарной авиации, госавиации, другие, в конце концов, беспилотные воздушные суда, которые летят по другим задачам. Вот, здесь, ну, я тогда переведу, пожалуйста, вопрос на... уважаемого Антона Сергеевича, Минтранс России. Вот, скажите, пожалуйста, Антон Сергеевич, задача безопасного совместного использования воздушного пространства давно муссируется в информационном поле. И экспертами, и представителями госрегуляторов недавно правительством утверждена транспортная стратегия. Транспортная стратегия 2035, в которой беспилотная авиация, в общем, упоминается, в большей степени, нежели это было ранее. В частности, там есть такой пункт, который говорит, что к 35-му году более половины воздушных грузов будет перевозиться на беспилотных воздушных судах. Скажите, пожалуйста, вот, значит ли это, что беспилотная авиация вытеснит частично пилотируемую авиацию с рынка, или она ее дополнит, осваивая новые ниши? Это, наверное, первый вопрос, который хочется задать, как вы, как Минтранс России, смотрите на этот тезис транспортной стратегии. И второе, как будет организована такая перевозка? Как будет решаться вопрос, и будет ли решаться вопрос безопасной интеграции? Да, большое спасибо. Значит, отвечая на первый вопрос, действительно, был проведен достаточно масштабный анализ. Много месяцев, я боюсь даже сказать, возможно, не один год разрабатывался данный проект транспортной стратегии, который несколько дней назад увидел свет. Соответственно, по поводу вытеснения пилотируемой авиации здесь я не уверен, что стоит говорить именно о вытеснении, потому что использование беспилотных воздушных судов, оно, скажем так, уникально по своей особенности. Там, где пилотируемое воздушное судно не полетит в силу тех или иных обстоятельств, то эта свободная ниша для рынка будет занята беспилотными авиационными системами. Частично за счет более экономической выгоды какие-то пилотируемые перелеты также будут замещены. Например, на регионах в труднодоступных местах, где какие-то предметы первой необходимости необходим будет доставить. В том числе, поскольку все больше и больше развивается интернет вещей и мобильное, не только мобильное, а покрытие интернетом всей нашей страны, в том числе труднодоступные места, и все хотят получать комфортно какие-то доставки, блага и так далее. Не раз в два месяца, когда какой-то пилотируемый борт прилетит на Дальний Восток и привезет какие-то доставки. Чтобы это было более оперативно, более быстрее, и те, кто готов будет за это платить, я думаю, такие найдутся, и компании, соответственно, займут эту нишу. По поводу 50%, здесь плавно переходит вопрос, уже перехожу в ответ на второй вопрос. Как Вы правильно сказали, самое главное в гражданской авиации это безопасность полетов. Как нам диктует организация, которой сегодня исполнилось 77 лет, примерно, нет, ну, не важно, международная организация гражданской авиации. Именно 7 декабря была подписана Чикагская конвенция и главным приоритетом ставит именно безопасность полетов. Именно исходя из безопасности как для самих воздушных судов, как беспилотных, так и пилотируемых, как экипажей, так и третьих лиц, которые могут, не дай Бог, получить повреждение какое-то на земле, на сегодняшний день обеспечена безопасность полетов, путем введения временных ограничений для пилотируемой авиации, то есть авиация общего назначения, малая авиация, они не в приоритете, если пользователи пространства, владельцы беспилотных воздушных судов подали заявку за пять дней, собственно, до трех дней закрывается пространство для использования пилотируемой авиации. Это вынужденная мера, которая, с одной стороны, позволяет обеспечить безопасность, а с другой стороны, позволяет развивать технологии и таким образом мы ожидаем, что будут подтверждены некие технологии, обеспечивающие безопасность одновременного нахождения в воздушном пространстве, как нескольких беспилотных воздушных судов, так и беспилотные с пилотируемыми и так далее. Соответственно, месяца два назад была утверждена концепция интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство, предусмотрен поэтапный комплекс технологических мероприятий, которые должны быть выполнены. Уже сейчас проводится работа по, скажем так, одним из инструментов, и самым главным по разработке технологий является установление экспериментальных правовых режимов. Это инновация, которая есть у нас в стране. Значит, несколько организаций уже подали заявки и в ближайшем будущем мы ожидаем, что эти режимы будут установлены. То есть, в двух словах, на закрытой территории в определенное время не будут действовать законы некоторые, то есть административные барьеры, которые на сегодняшний день сдерживают, так сказать, развитие либо испытания каких-то технологий используемых беспилотной авиации. Эти административные барьеры будут сняты. Соответственно, какие-то компенсирующие меры, обеспечивающие безопасность, также предусмотрены. И по результатам проведения экспериментов полученные результаты в случае их удовлетворения и по всем показателям их приемлемости, они будут распространены на всю территорию страны. Соответственно, первый вариант, второй вариант, серия научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, которые уже на сегодняшний день несколькими фаивами организованы. По их результатам будут утверждены конкретные технологии и они лягут в основу требований, то есть нормативно-правовые акты. И, соответственно, когда пользователи воздушного пространства будут соблюдать утвержденные требования, мы ожидаем, что будет обеспечен наивысший уровень безопасности полетов, что в конечном итоге позволит как раз-таки достичь той самой цифры в 50% от общего использования авиации в целях перевозки грузов. Спасибо. Да, спасибо. Ну, вот у меня родилось еще два вопроса, возможно, пересекающихся, но я их задам оба. Значит, вот смотрите, технологии и требования. Вы обозначили два фактора, которые важны. Вот первый же опыт согласования проекта «Маяка Почты России», да, и до этого шел экспериментальный правый режим Томской области, показали, ну, определенные сложности в формулировании технических требований к бесплатно-навиационным системам, причем требования специфических в отношении линии контроля управления, линии С2, в отношении систем, позволяющих уклоняться от столкновений, детект-н-двоид и так далее. Все-таки невозможность сформулировать эти требования, это больше сегодня нормативная составляющая, то есть просто нет этих требований, или все-таки здесь речь идет о том, что пока сами технологии еще отсутствуют и требования просто не к чему предъявлять, потому что конкурс, который мы формулировали, он больше направлен на разработку и испытание технологий. Мы полагали, что именно от технологий нужно двигаться. Как Вы считаете, что первично? Ну, смотрите, здесь, если совсем простой утрированный пример, то в нормативном акте мы можем прописать, что должна быть обеспечена безопасность. И все. Собственно, если Вы безопасность не обеспечили каким-то образом, значит, Вы нарушили закон. Глупо, утрировано, но это есть факт. То есть требования, они должны содержать в себе чуть ли не всю алгоритмику той же самой системы, которая сейчас у всех на устах, DA, Detect and Avoid. Каким образом будет обеспечено обнаружение и автоматическое уклонение в случае, например, потери связи с внешним пилотом? Вот эти все вещи, если их прописать поверхностно, как бы нет уверенности, что это будет работать. Поэтому технология, казалось бы, с одной стороны, да, она должна идти впереди. То есть, должна быть какая-то гипотеза выдвинута, она должна быть опробирована и в случае ее подтверждения может найти свое отражение в нормативно-правом акте. Но, с другой стороны, опять же, это если мы берем экспериментально-правовые режимы, где у нас есть возможность потенциальные требования испытывать, отрабатывать, а если мы берем уже реальную жизнь, потому что в соответствии с законодательной дорожной картой Аэронет, которая призвана устранить административные барьеры с нормативной точки зрения в целях развития всей беспилотии, мы уже в ближайшие месяцы сможем обеспечить возможности выполнения коммерческих авиационных работ, что частично уже сегодня реализовано, с использованием беспилотных авиационных систем. Каким образом будет обеспечена безопасность? Пока этот вопрос остается открытым и отдается на откуп собственно заявителю и федеральному уполномоченному органу, представляющему госуслугу по сертификации эксплуатанта авиационных работ. Вместе с тем, с второй стороны, мы должны с нормативной точки зрения на сегодняшний день обеспечить безопасность. Пока это реализовано путем закрытия воздушного пространства для пилотируемой авиации. Так что говорить, что первично яйцо или курица в данном случае я считаю не совсем корректно, потому что нормативка и технологии они идут нога в ногу. Спасибо. Вот собственно, когда мы формулировали опять же задачи конкурса, мы понимали, что мы делали этот дон на того, как была концепция утверждена, концепция интеграции. Но тем не менее вопрос взаимодействия с другими воздушными судами мы в задачах конкурса учли, причем с большим участием компаний разработчиков на этом рынке. Процедурная сегрегация, которая действительно существует и которая раньше была введена как мера обеспечения безопасности, сегодня уже не устраивает ни пилотируемую, ни беспилотную авиацию, потому что пилотируемая авиация в силу ограничения воздушного пространства, но необходимости исполнять контрактные обязательства, местами вынужденно идет на нарушение и выполняет полеты в местах сегрегированных для полетов БВС. Сложность процедуры получения разрешения на использование воздушного пространства БВС тоже вызывает определенные нарушения, потому что отдельные владельцы БВС для того, чтобы не идти сложной процедурой допускают такие нарушения, но это надо признать. Вот я, наверное, вернусь еще раз на секундочку с вопросом Георгия Георгиевича, да, вот у вас не прозвучало этого, а скажите пожалуйста, вот для перевозки крупных грузов, ну например на экспериментальной маршрутной сети, которую вы сейчас развиваете в рамках проекта Маяка. Достаточно ли там будет просто процедурной сегрегации воздушного пространства, чтобы выполнить ваши задачи с точки зрения сценарной постановки и с точки зрения экономической эффективности, или вас вопрос о совместных полетах тоже как-то интересует? Коллеги, смотрите, до момента, пока мы летаем один рейс в день, наверное, вопрос сегрегации закрывает всю бизнес-идею. Летая в удаленных регионах, можно, наверное, там поднять частоту и три полета в день, но когда вы строите логистическую схему, в которой полетов может быть десяток из зоны аэропорта, либо близлежащие, где нужно будет перекрывать все небо более длительное, нельзя, отдельно взятый в Дальний Восток закрыть раз и навсегда для того, чтобы беспилотники летали. Правильно? Невозможно. Поэтому вопрос, который вы задаете, он насущен. Без решения и опробирования этой задачи в рамках экспериментально-правовых режимов весь проект, что Почты, что Томска, останется проектом. Ведь у нас задача не просто полетать, а показать, что это в будущем может быть, ну, все мы периодически смотрим фантастические фильмы, все первично спрашивают про беспилотники, говорят, а посылку мне в окно довезете. Как на одном из мероприятий коллеги сказали у нас, не все готовы, потому что беспилотник тебе в окно прилетел. Действительно, нужна технология, нужно совместное использование воздушного пространства, базовые площадки, то есть количество вопросов, на которые во многом мы все-таки надеемся, конкурс, который вы с коллегами сейчас проводите, даст ответ и подтверждение возможностей. Потому что, еще раз повторюсь, эксперимент должен закончиться реализацией в жизни наработок. Спасибо. Да, хорошо, давайте мы немножко побеседуем с практиками. Собственно, вот компания Аэромакс, Сергей Фатович Ахмиршин. Повторюсь, еще раз, компания недавно перевезла груз массой 20 килограмм в интересах как раз проекта Майка. Это был первый такой экспериментальный полет. Сергей Фатович, скажите, пожалуйста, во-первых, когда вы собираетесь начать доставлять грузы в окно, поскольку это прозвучало, да, и нужно ли это делать вообще. Ну и второе, вот вы сумели перевезти груз вполне успешно, на плече там 50, по-моему, 6 километров, туда-обратно было 100 с чем-то, и у вас все получилось. А вот такая компания, как Аэромакс, и вот вы персонально, потому что вы являетесь большим авторитетом, экспертом в этой сфере, я так понимаю, что вы являетесь одним из разработчиков этого вертолета, который перевез груз. Быть может, у вас уже решены все технологические вопросы, и то, о чем мы говорим, это вопрос риторический, не требующий решения, или вы тоже видите какие-то определенные сложности, которые с конкурсом. Спасибо большое, Глеб. Ну, прежде всего хочу поблагодарить, что есть такая возможность на такой площадке обсудить достаточно серьезные актуальные вопросы и проблемы. Я присоединяюсь с коллегам, которые поднимают эти вопросы, и мы имеем возможность их обсудить. Ну, с точки зрения практики, хочу сказать, что спасибо, что есть возможность прежде всего поработать с Почтой России, возможность поработать в общем-то экспериментально правовом режиме. Я хотел бы отметить, что движение в части применения беспилотных летательных аппаратов и создания вообще в целом системы логистики, она заключается, наверное, не только в возможности достичь каких-то технических правовых решений в части надежности беспилотных летательных аппаратов, безусловно, это должно быть, и такие полеты, такие возможности участия в экспериментах позволяют нам увидеть и посмотреть на себя немножко с другой стороны и посмотреть прежде всего на организацию этого процесса. Но тут, понимаете, законодательство, в общем-то, и я безусловно хочу сказать, что безопасность это прежде всего, должны двигаться навстречу друг к другу. Здесь правильно сказано, что можно, в общем-то, запретить все, заорганизовать все, засистематизировать все и, в общем-то, приглушить возможность работы по работе разработчиков по созданию этих систем. Но это ни в коем случае не должно расслаблять разработчиков. Мы, просмотрев на себя, поняли, какие мы должны, в общем-то, решить вопросы, в том числе и в разработке летательных аппаратов. Понятно, что нам надо работать с системами резервирования. Почта России, в общем-то, задала достаточно такие хорошие требования, которые нам помогли бы их, как бы, правильно, систематизировано решить. Мы их, безусловно, решим. Мы посмотрели, в общем-то, в целом и реакцию бизнеса, какие летательные аппараты нам вообще в целом, наверное, в будущем нужны будут. Как вообще организовать эту работу? Мы понимаем, как ее, наверное, нужно организовать, чтобы обеспечить управляемость летательным аппаратом. Как нам эту работу обеспечить в том числе и в части обеспечения безопасности предотвращения столкновения с пилотируемыми летательными аппаратами. Но двигаться, наверное, надо пошагово, постепенно. Хорошо, что у нас есть такая, уже такая возможность и понимание, что мы на этой площадке можем решать эти задачи. И я бы хотел бы отметить одну такую деталь, что, наверное, если бы не было беспилотников, мы бы, наверное, и не обсуждали бы здесь ничего. Но то, что вы сейчас открываете проект достаточно такой амбициозный, серьезный, я бы хотел увидеть большой экран. Аэрологистика. Аэрологистика. Я бы хотел отметить, что те задачи, которые вы ставите, они достаточно очень серьезные и очень жесткие. А позвольте, я задам вам такой вопрос сразу же, вторя вам. Как серьезная компания-разработчик, вот задачу вы понимаете, нужно будет взять 50 килограмм, перевести ее суммарно на тысячу километров, совершая на этом маршруте многократные посадки. При этом каждая следующая точка посадки будет доводиться до внешнего экипажа в процессе полета. То есть заранее будет неизвестна точка посадки, но она будет закоординирована. То есть точки будут фиксированы, но куда придется лететь, будет заранее неизвестно. Не будет технического обслуживания, то есть не будет наземных экипажей, не будет наземных станций, можно будет лишь дозаправить, дозарядить, может быть совершить какую-то обработку противообледительную возможно, но не более того. И в воздухе придется при этом взаимодействовать с кооперирующимися воздушными судами, которые кооперироваться будут по предложенной вами технологии. Вы ее разработаете, испытаете. Вот скажите, пожалуйста, готовы ли вы войти в такой конкурс, провокационный вопрос, понимаю, но войти в такой конкурс и понимаете, что это плевая задача, которую ваша компания решит легко. То есть задача такая, либо вам придется серьезно поработать для того, чтобы преодолеть эти барьеры, поставленные конкурсом, либо вы не пойдете в конкурс, потому что задача нереализуема. Спасибо, Глеб, за вопрос. Мы пойдем, безусловно, в этот конкурс. Как решать эту задачу, мы понимаем. Более того, мы, наверное, пойдем не одним простым воздушным судом, мы, наверное, там, сделаем небольшую такую группировку воздушных судов. Мы покажем возможность управления летательными аппаратами, там, скажем, несколькими летательными аппаратами, двумя-тремя летательными аппаратами. Нас не пугает возможность выполнения этого перелета. Мы на Ямале продемонстрировали возможность выполнения полета в полном автономном режиме. Это нам позволило полностью автоматически выполнить перелет туда и обратно. Естественно, мы обеспечили там подстраховку летательного аппарата и возможность его там встретить в случае, если это отказ. Но наша была основная задача исключить максимальное управление летательным аппаратом и вмешательство внешнего пилота. То есть, эти технологии позволяют нам минимизировать управление летательным аппаратом, вмешательство в этот процесс, увеличить количество летательных аппаратов на маршруте, которые бы способны были в автомате выполнять эти задачи. Да, нам надо будет доработать вопросы связанные с системой технического зрения. Нам понятно, что надо будет по этому вопросу сделать, разрезервировать систему навигации и управления. конкурс которая перед нами стоит, она нам даже больше интересна. Мы, еще раз говорю, пойдем в этот конкурс, и я думаю, что мы успешно эту задачу выполним, потому что мы понимаем, как эту задачу решить. Да, спасибо. Что ж, конкуренция будет, я думаю, серьезной, потому что некоторые серьезные игроки заявляют о желании. Хорошо, вот предположим, конкурс позволит создать и испытать определенные системные технологии, которые будут способствовать интеграции в общее воздушное пространство, которые помогут в какой-то степени, может, станут основой для реализации отдельных пунктов концепции интеграции. Почта России реализует проект «Маяк» и начнет перевозить. Но вот вопрос, а хватит ли всех этих мер для того, чтобы все-таки рынок стартовал? Я бы хотел обратить этот вопрос, он такой специфический, может быть, не столько технологический, к советнику по инновациям генерального директора ГТЛК Дмитрию Титову. Дмитрий, еще раз, да, вопрос. Все то, что мы обсуждаем, все то, что мы сделаем, появятся технологии, появятся требования к этим технологиям, они будут закреплены в федеральных акционных правилах или в иных документах. Что, по-вашему, нужно еще? Хватит ли этих мер для того, чтобы все-таки рынок масштабно стартовал? Что нужно сделать? Ну, давайте, к слову, рынок масштабно стартовал, чуть пошире посмотрим. Рынок, в общем, уже стартовал. До 30 килограмм у нас, коллега поспорит, практически нет регулирования. Есть спрос со стороны рынка, нам нужно мониторить линейные объекты, мониторить землю, лес, природоохрана и так далее. Сегодня рынок отоценится в 10 миллиардов рублей, и на этом рынке работает, ну, государственная транспортная линейная компания со всеми общается, акторами этого рынка практически, но на 5 крупных компаний можно назвать. Ну, вот, Сергей Фадыч перед нами здесь сидит, это одна из крупнейших компаний, участников этого рынка. Там есть еще конкуренты уважаемые. Теперь мы переходим к следующему этапу, это то, что за 30 килограмм. С Почты России с коллегой Баутиным мы постоянно находимся в контакте, у нас друг к другу один вопрос. И позиция нашего генерального директора, который, Евгения Ивановича Дитриха, который до этого был руководителем всей транспортной отрасли, она очень простая. Мы институт развития. В новой транспортной стратегии ГТЛК выделено там даже отдельным абзацем небольшим, где сказано, что транспортная стратегия реализуется с использованием механизма лизинга, предоставляемого ГТЛК, и комбинированного финансовыми продуктами. Там такое вот образное определение сделано. И мы говорим Георгию, что Георгий, мы тебе готовы поставить беспилотники любого веса, любого там это, но нам нужно, чтобы они были, вы, пожалуйста, сформулируйте техническое задание, это первая часть, то же должен быть продукт. Сейчас пока на этом этапе, я сейчас рассуждаю не как технарь, я рассуждаю с точки зрения финансовой организации. Сейчас пока на этом этапе процесс перехода даже в маленькую серию, он пока ни у кого не стоит, но Георгий может меня поправить. Второй этап, это коллеги слева к Антону, это вопрос регуляторики. Нам, чтобы что-то отдать в лизинг, надо, чтобы это что-то имело сертификат и какие-то признаки того, что это та вещь, которая относится к авиационному транспорту. Пока ни на руке технологии, ни на руке, скажем там, коротко сертификации, пока никаких решений нет. А так роль ГТЛК с точки зрения поддержки этого всего, она, в общем, достаточно проста. Есть сегодня, я там за почту России скажу, например, говорить, что мне надо для реализации полета в экспериментальных режимах там 110 или 120 беспилотников там на 48 маршрутах. Мы там готовы купить по 20 машин у каждого из конкурирующих производителей, чтобы была возможность в течение 2-3 лет это обкатывать, совершенствовать технологии, исправлять тем, недочеты, ошибки. Там много нерешенных проблем еще помимо законодательства. Это страхование, непонятный вопрос. Непонятный вопрос, второй, это остаточная стоимость, что очень важно для лизинговой компании. Я сейчас это не хочу обсуждать, это не предмет сегодняшней дискуссии. То есть, в этом смысле, вот взять тот кусок работы на себя, если возвращаясь к вопросу Глебу о достаточной или достаточности, который даст возможность перейти от старта рынка к его массовому производству, ГТЛК в состоянии. Но пока, к сожалению, рынок не может перепрыгнуть эту стартовую точку, потому что нет заявленного спроса. Ну, коллега верно сказал, что спрос на перевозку пока еще обсуждает, что лучше Газель или лучше Беспилотник. Пока Газель дешевле. Даже там в рюкзаке дешевле, пока, наверное, видимо на Чикотка что-то доставить. Но здесь, правда, по грузоперевозкам формируется второй рынок, мы его не обсуждаем, мы здесь зациклили на почте. Нефтегазовые компании, которые прошли этап мониторинга, они сейчас формируют свою стратегию, там не буду называть это кейс каждой конкретной компании, они формируют свою стратегию на доставке грузов также в дальние территории, но которая связана с освоением месторождений. Это тоже большое подспорье для рынка, для его развития и для создания масштаба на этом рынке. Вот это как бы вторая часть. Третья часть, мы про нее не говорили еще пока, но это вопрос импортозамещения. Сегодня надо открыто сказать, что сегодня 75% рынка дронов это китайские DJI. Хотим мы ли дальше пользоваться импортными технологиями, хотим ли переходить на отечественные, это опять вопрос к началу. Нам нужна серия. ГТЛК готова этой серии дать, готова участвовать в операторской компании, готова вложить на какие-то деньги, обсудить вложения там в ремонтную базу, но при наличии регуляторики и при наличии технологических решений. Поэтому в первую очередь, наверное, здесь вопрос к регулятору и к участникам рынка, Глеб, может быть и к ассоциации. Последнее, что скажу, с чем мы сталкиваемся в дискуссиях. Нет алгоритма или бизнес-модели движения по этому пути. Кто что на каком этапе делает, кто где за что отвечает и где у кого место. Даже в простом термине, мы вот сегодня тут дискутировали, что такое оператор беспилотных перевозок. Это кто? Это эксплуатант, это тот, кто осуществляет доставку. Это терминологический хаос, он присутствует везде, в очень многих головах, на очень многих совещаниях. Вот пока мы не определим дефиниции, пока мы не определим роли места каждого, очень сложно будет начинать переходить к тяжелому рынку, который абсолютно точно опасный, абсолютно точно требует очень жесткого точечного прямо регулирования и на что это на все нужно время. Поэтому мы за экспериментальные режимы, потому что это, мне кажется, дает возможность протестировать и проэкспериментировать на безопасных относительно участках земной поверхности все сложные технологии, их там отработать и дальше переходить в массу, там в Сколково делать экспериментальный правовой режим, там не только в Томске, в Москве, там так далее и так далее. Вот, это в целом по ГТЛК, то, что касается всего остального, здесь есть очень много инструментов, которые применяются при поддержке машиностроения по линии Минпрома, например, или по линии Минцифры, если относить к программному продукту, потому что беспилотник это не только кусок железа, это очень важный программно-аппаратный комплекс, где, в общем, может быть, программно-аппаратная часть, в общем, стоит дороже, чем даже все конструкционные решения, которые бы там не были применены. И платформа, которая будет управлять полетом, она более важна и более системно важна для развития этого всего рынка. Вот. Это применить все те меры господдержки, которые же применяются сейчас по различным отрастям промышленности. Льготные кредиты с компенсацией ставки рефинансирования, льготный лизинг там с использованием нашей компании ГТЛК, и в том числе и прямые субсидии и на НЕКРы, которые сегодня же государство в том числе на автономный транспорт выделяет. Вот у меня коротко все. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Ну, я подтвержу ваши слова о том, что сегодня есть определенный хаос терминологический, даже вот рассматривая две программы экспериментальных правовых режимов, это Томской области и Почта России, мы видим совершенно разную трактовку в этих документах терминов на автономный полет, автоматический полет, автоматизированный полет. В двух документах абсолютно разная интерпретация этих терминов. Я полагаю, что в рамках конкурса, когда соответствующие технологии будут разработаны и будут испытываться, конкурс позволит в том числе дать некое единое отношение к этим технологиям, единое понимание процессов, которые реализуются этими технологиями, да, и возможно, помочь формированию какого-то терминологического ряда в том числе. Говоря про спрос и предложение, что нет спроса, вы знаете, есть большой наблюдаемый интерес многих системных крупных структур, логистических, структур электронной коммерции, которые очень живо интересуются, ну, вопросами, в частности, перевозки грузов на беспилотниках. Их интересует, хотя они понимают пока всю утопичность этих предположений и перевозка в городе, да, наверное, в окно мы очень нескоро полетим, и не только в России, во всем мире, да, ну, потому что это совсем кажется странным. Хотя допуская, что на крыше крупных зданий, быть может, каких-то офисных центров такое будет происходить. Наверное, пока не в городах, наверное, пока в пригородах, но это вполне реальные сценарии, которые некоторые западные компании уже пробуют. Поэтому здесь, как вот вопрос был задан мной, нормативка или технологии, так и здесь. Спрос и предложения будут постоянно идти бок о бок. Компании системные наблюдают. Аккуратное экспериментирование, аккуратный интерес, аккуратные пилотные проекты будут показывать разработчикам, что, значит, возможность производить и целесообразность производить, разрабатывать есть. И вот так вот маленькими шажками постепенно разгоняясь, я думаю, что рынок стартует. В отношении, собственно, рынка, да, вы дали верную оценку. Мы проводим каждый год такой мониторинг, и по итогам 2020 года рынок показал 10,7 миллиарда рублей. Здесь суммарно это рынок хобби, это рынок оборудования, услуг, рынок образования. Мы много сюда суммируем. Оценку рынка по текущему году, но мы сможем точно и дать только в следующем квартале, да, но примерные оценки мы сейчас делаем, опрашивая компании, завершаем 9 числа на форуме. Я, наверное, какие-то первые цифры смогу назвать. Тем не менее, рынок, конечно, растет пока аппаратами массой до 30 килограмм и услугами, которые оказываются с этих аппаратов, но могу уверенно сказать, что вот оценка в доле рынка иностранной компании, названной вами, не совсем точна. В сегменте хобби действительно они доминируют, действительно этих аппаратов придется больше всего, но в профессиональном сегменте, будьте уверены, подавляющее число техники, которую используют наши компании, техника российского производства. И имея возможность наблюдать и сравнивать, могу сказать, что мы отстаем количественно, количеством компаний, количеством пилотов, количеством бортов, но качественно, уровнем техники мы от мировых брендов далеко не отстаем, и находимся на хорошем уровне. И наши тяжелые аппараты, создаваемые компанией Аэромакс в частности, это высокий-высокий уровень технологий, которым, я считаю, мы можем гордиться. Уверен, что в ходе конкурса эти компании, стремясь победить, а именно такая мотивация должна быть у вас, доведут свою технику до уровня, позволяющего возить и посылки почты России, не только в безлюдных территориях, но и между городами, смогут удовлетворить интересы и крупного, и мелкого ЕКОМа, интересы СБЕРа для перевозки ценностей, и всего, чего вам только пожелается. Коллеги, у нас осталось менее 12 минут для нашей сессии, я прошу уважаемых слушателей в зале или в онлайне задать какие-то вопросы, комментарии, реплики, пожалуйста. Денис Боисович. Тоже почта России, но, видимо, микрофон, да, уважаемые коллеги, кто микрофон на передает? Да, коллеги, спасибо. Представляйтесь. Да, вопрос Алексею. Алексей, вы обозначили, что, наверное, правильно, самые крупные рынки это рынки с плотной, так скажем, инфраструктурой, там, где большое количество спроса. И обозначили важный фактор, что надо быть конкурентоспособным с наземным транспортом. Как вы думаете, в каком типоразмерном сегменте летательных аппаратов и при каких условиях возможно конкуренция летающих роботов с наземным транспортом? Это достаточно сложный вопрос. На мой взгляд, ближе всего конкуренция как раз доставки маленьких посылок адресных, потому что сейчас сборные грузы и их комплиментация занимает либо много времени, либо требует, соответственно, выделенного водителя для того, чтобы доставить одну маленькую коробочку. Когда у вас межтерминальные перевозки из точки А в точку Б, они в целом очень сильно высушены уже по маржинальности. То есть эти перевозки очень дешевые. Когда мы тестировали беспилотники, например, для доставки денежной наличности, у нас получилось, что инкассаторы, которые дороже сильно, чем обычные логистические сервисы, все равно в 3-4 раза дешевле, чем доставка дронов. Потому что сейчас дрон требует команду при взлете, команду при посадке, кучу людей, кучу саппорта для того, чтобы осуществить один рейс. Поэтому, на мой взгляд, надо смотреть вот в эту нишу. Межтерминальная логистика возможна, но там бизнес-кейс скроется в скорости. То есть, если все-таки клиенты будут готовы доплачивать за скорость, которую также Глеб приводил как пример, конкурентного преимущества дронов в городской или не городской застройке, то это, опять же, может быть драйвером. Ну и надо не забывать, что у нас страна большая и для старта можно найти кейсы, в которых будет экономика сходить, потому что по прямой 10 километров по дороге 150. То есть, так коротко, тонкие логистические потоки, приближенные к B2C-шному сегменту с максимальной автоматизацией сервиса. Да, ну везде в максимальной автоматизации сервис, потому что сейчас главный стоп-фактор, который мы у себя видим с точки зрения массового внедрения, это, конечно, огромное количество ручного труда, связанного с эксплуатацией беспилотника. И пока он находится на таком уровне, нигде эта штука массово использоваться не будет. Да, ну и еще один вопрос и отдаю. Танис Сергеевич, Вы обозначили много факторов безопасности, DIA, так скажем, расхождение, предупреждение возможностей столкновения в воздухе, одна, один из важнейших в данном случае. Ну и много было сказано на предмет предъявления требований пилотируемой авиации к беспилотникам с точки зрения безопасности, резервирования и так далее. как Вы думаете, возможно ли те же самые требования адресовать к ряду пилотируемых летательных аппаратов технологических? Потому что понятно, что приоритет в воздухе всегда будет у пилотируемого транспортного средства, но технологически они должны, на наш взгляд, быть одинаково оснащены, иначе невозможно обеспечить безопасность. И возможно ли соответствующие интенции стороны Росавиации, побуждающие пилотируемое небо, быть на одном и том же технологическом уровне оснащения? Вопрос подразумевает развернутый ответ или можно коротко? Средний. Не получилось. С точки зрения развития технологии, оснащая только беспилотные воздушные суда какими-то компонентами, которые будут обеспечивать безопасное нахождение в воздухе совместно друг с другом и с пилотируемыми воздушными судами, оно с одной точки зрения предполагается как концепция ИКАУ, так сказать, чтобы при интеграции не ухудшался общий уровень безопасности полетов и не было создано каких-то дополнительных барьеров для пилотируемой авиации. С другой стороны, понимая, что использование воздушного пространства в некоторых целях беспилотными воздушными судами будет в приоритете перед пилотируемой авиацией. Таким образом, это маленький самолет авиацию общего назначения должен будет уклониться от быстро летящего беспилотника с глобальными стратегическими задачами. Поэтому на данном этапе мы рассматриваем вопрос комплексного оснащения какими-то средствами для обеспечения взаимной безопасности, что, соответственно, не должно негативно сказаться, значительно негативно сказаться на состоянии, на кошельке владельцев воздушных судов малой авиации, но при этом решения еще как такового нет. Все это на этапе обсуждения, на этапе разработки, и на этапе общественного обсуждения. Но если бы мне позволили коротко ответить на этот вопрос, я бы сказал да. У нас есть время, я тоже хочу немножко в этой дискуссии участие принять, ответить на этот же вопрос. Коллеги, вы же все связаны с авиацией и понимаете, что сегодня система наблюдения авиационного в принципе работает только на диспетчера. Диспетчер наблюдает воздушное судно и уже он, эшелонируя воздушное суда, передает на борт экипажу что ему делать. У нас система сегодня не работает в интересах обеспечения осведомленности пилотов. Появление беспилотной авиации, а сегодня заметьте, многие пилотируемые суда создаются уже как опционально пилотируемые. Мы в воздухе не понимаем, пилот в нем вышел покурить условно, или он все-таки находится за штурвалом и рулит. Соответственно, именно экипаж, именно пилот, который управляет воздушным судном, должен понимать воздушную обстановку. Теперь специфика Российской Федерации. У нас 90% полетов беспилотников сегодня выполняются в классе G. И там, кроме как двум бортам между собой взаимодействовать никак не разойтись. То есть интеграция это прежде всего взаимодействие без всяких посредников между собой. Элементарный пример. Если будете вы бежать с полностью закрытыми глазами, вы не оборудованы органами зрения, а я бегу с открытыми глазами, нам будет сложно в потоке других людей разойтись с вами. Мы должны быть одинаково оборудованы, одинаково наблюдаться, одинаково решения принимать. Независимо от того, внешний пилот находится на борту или вне борта воздушного судна. Поэтому те изменения, которые происходят, и я сегодня с утра, ну, вернее, начиная дискуссию об этом говорил, авиация вся находится на пороге глобальных изменений. Эти изменения коснутся и пилотируемой, и беспилотной авиации, и коснутся всей аэронавигационной системы. Об этом уже говорят в мире, это признается довольно открыто, да, и можно долго повторять как мантру, говоря, что это беспилотная авиация, должна адаптироваться и приспособиться ко всем, а вся остальная авиация как будто бы не изменится, коллеги, это не так. Меняться будет вся авиация, весь технологический авиационный мир. Коллеги, еще вопросы? Ну, либо тогда мы завершаем нашу дискуссию, да, мы хорошо возились в регламенте, я думаю, что мы поговорили в какой-то степени содержательно, но всего был час времени, поэтому ответы и вопросы были, ну, какими-то, может быть, не такими развернутыми, как того заслуживает дискуссия. Тем не менее, еще раз, значит, конкурс апгрейд аэрологистика стартовал, началась его активная фаза подготовки, до этого шла работа над конкурсным заданием, в которое принимали участие, значит, многие компании, работающие на рынке, безусловно, этот конкурс является серьезнейшим вызовом для компаний-разработчиков, причем не только беспилотных авиационных систем, но и различных дополнительных систем, которые сегодня существуют. Это и техническое зрение, это и разные системы наблюдения, связи, навигации, и задача участников конкурса взять эти отдельные технологии, довести их до, значит, работоспособного уровня, комплексировать в своей системе и выполнить поставленную комплексную задачу. Этот конкурс является, на мой взгляд, точкой пристального внимания и системных заказчиков, потому что именно глядя на то, как компании выполняют задачу, какие сценарии показывают, какой уровень надежности безупречности выполнения задач они показывают, вы будете понимать, какой технике, каким решением в будущем отдавать предпочтение. Я уверен, что этот конкурс является крайне важным и интересным и для всего нашего, всей нашей авиационной вертикали. Это Минтранс в России, это Росавиация, госкорпорация, потому что в этом конкурсе будут опробированы те решения, которые могут потом лечь в основу нормативных актов. То есть мы будем разрабатывать и испытывать технологии, к которым в рамках конкурса предъявим требования и конкурс, естественно, будет проходить в рамках экспериментального правового режима на небольшой территории, потому что это тяжелые аппараты, это новые технологии, новые к ним требования и по итогам конкурса, естественно, выводы, которые мы сделаем и технологии, которые мы испытаем и отработаем, могут быть масштабированы на общий федеральный уровень. Поэтому перед нами стоит огромная, сложная, амбициозная работа, которая будет длиться как минимум ближайшие три года, уважаемые коллеги. Да, я обращаюсь к компаниям, которые занимаются разработкой. Наблюдайте внимательно за ходом подготовки, участвуйте в этом по возможности и участвуйте в своем конкурсе. Спасибо, коллеги, всем за участие, за внимание. Всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...